Удалось найти поисковикам и останки южноуральца Михаила Лушникова. Он погиб в бою под Смоленском в 43-м году. В тот момент Михаилу было всего 19 лет. Останки южноуральца привезены на его родину, в Брединский район и преданной земле. На торжественной церемонии побывали наши корреспонденты. По улицам села движется колонна военной техники. В самой первой, с российскими флагами, везут останки красноармейца Михаила Лушникова. Через пару минут возле вечного огня начинается траурный митинг. Собираются сотни людей. Ветераны, кадеты, местные жители. Нет только родных Михаила Лушникова. Его отец пал на фронте за год до гибели сына. Мать скончалась уже после войны. Старшая сестра давно уехала из Бредов и связь с ней потеряна. Поэтому прощаться с героем-фронтовиком пришло все село. Организацию перезахоронения взяли на себя местная администрация отделения Единой России. Заряжай! Огонь! В Бредах хоронят Михаила Лушникова, уроженца села, участника Великой Отечественной. Его останки были обнаружены поисковым отрядом во время раскопок под Смоленском. Опознать красноармейца удалось благодаря личным вещам. При нашем земляке был портсигар, подписанный его фамилией, ложка с его фамилией, саперная лопата и каска. И поэтому, созвонив с архивом вооруженных сил, мы подтвердили, да, действительно, Лушников Михаил Семенович наш земляк. О Михаиле Лушникове известно, что он ушел на фронт 17 лет, пройдя ускоренные курсы обучения в Свердловске. А уже в 19 лет получил звание младшего лейтенанта и командовал пулеметным взводом. Поисковикам удалось установить, что погиб Михаил Лушников 16 августа 1943 года во время Смоленской наступательной операции. Этот город считали воротами в Москву и освобождение Смоленска для советских войск было принципиальным. Эту историю, память о подвиге, нужно передать молодым ребятам, нужно передать их детям, внукам, потому что уходят живые свидетели той эпохи. И память остается в книгах, в фильмах, остается в рассказах тех, кто не видел войну и не пережил войну непосредственно. В годы войны из Брединского района на фронт были призваны почти 2000 человек, более 700 из них не вернулись. 100 солдат до сих пор значатся в списке пропавших без вести. В одной воронке вместе с Михаилом Лушниковым были найдены останки еще одного солдата, однако опознать его не удалось. И принято решение похоронить останки двух воинов в одной могиле. И хотя бы не нашли родственников, но мы знаем все родственники этого солдата, потому что он защищал нашу свободу независимость. И мы благодарны ему за то, что сегодня такая жизнь, сегодня такой праздник, что мы уверены в своем будущем. А личные вещи Михаила Лушникова, его каска, ложка и портсигар переданы в Брединский краеведческий музей. Анна Арестова, Юлия Осовосина, Павел Клементьев, ОТВ.